Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Знакомимся с Западной Арменией. Талбурик, анаит и продолжительность генетики армянской женщины. Был ли случай, когда это правительство говорило из позиций требующих процесс признания геноцида, находится под угрозой Тиран-Лок-Магозиан? Сокровище Арцаха. Крепость Фнесса. Открытый урок Джавахки, посвященный Ашулу Чивану. Армения примет участие в сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО по защите нематериального культурного наследия. В фильме армянских режиссеров «Рассвет Авроры» и «Зулалы» достоились международных премий. Провинция Талбурик находится в сосуне, долине реки Шатах, Западной Армении. Центром провинции было село Талбурик. Талбурик до начала XX века был почти суверенным, и все его населенные пункты были населенены исключительно армянами. Согласно сохранившимся источникам, местные армянские князья произошли от зейтунского рода цур-хазари. Как правило, они десятилетиями не платили налоги турецким властям и окружающим их курским вождям. В начале XX века в Талбурике было около 300 хозяйств. В основном они занимались ремеслами, скотоводством, садоводством и виноделием. В некоторых селах занимались выращиванием тутового дерева и шелководством. А в ремесле большую известность имели талбурикские кузнецы, которые в то же время были умелыми оружейниками. Сами изготавливали свое оружие, средием для чего служили окружающие железные рудники. Население провинции наиболее активно участвовало в героических сражениях Сосуна в 1894 и 1904 годах. Турецкая армия лишь большими потерями смогла вторнуться в Талбурик, зверски разрушив его населенные пункты, церкви и школы. Талбурик – один из важных центров сопротивления во время Сосунской битвы 1915 года. Выжившие армяне вместе с другими соотечественниками в 1916 году переехали в Муж, а далее в Восточную Армению. Новое исследование показывает 8000-летнее продолжение генетики в Армении. То, что армяне являются коренным народом армянского Нагоря, уже подтверждено важными исследованиями в области генетики. Хабер-Эддир в 2015 году не удалось найти никаких доказательств смешанности армян по крайней мере 4000 лет. Подтверждая, наше заключение показывает, что армяне в своей новейшей истории не имели существенного смешивания с другими популяциями. Поэтому с конца бронзового века были генетически изолированы. Статус армян в мировом генетическом разнообразии уникален и, кажется, отражает географическое положение Армении. Принятие армян четкой культуры в начале своей истории привело к их генетической изоляции от окружающей среды. К такому же выводу пришел и Хелен Тан Эдд в 2014 году в их генетическом атласе «История человеческого микса», опубликованном в Скиенси. Из-за этих находок некоторые ученые называют современных армян живым ископаемым. Полную версию статьи вы можете прочитать на нашем сайте. По мнению турковеда-тирана Локмагозиана, сегодня как никогда процесс признания геноцида находится под угрозой. В течение 30 лет правительство Армении как-то держались в стороне от процесса признания геноцида, и все это в основном возлагали на плечи армян изгнанников. В 2018 году процесс признания геноцида против армян оказался в запущенном состоянии, сказал турковед. По его словам, кроме того, что о вопросе геноцида армян больше не говорится, есть и другая проблема. Существует также проблема продажи туркам нашего права на земли Западной Армении, поскольку говорят о дружбе с турками. Сегодня есть проблема уточнения не только армян-азербайджанской границы, но и армян-турецкой. Если эта граница будет уточнена, это конец. Получается, что мы признаем сегодняшние границы и ставим крест на требования армянства о процессе признания геноцида. Крепость Внеса находится в Гадрудском районе Арцахов, в двух километрах от магистрали Ток-Гадруд, оккупирован Азербайджаном. Крепость считалась приоритетной крепостью освободительной борьбы народа Дизака. Географическое положение позволяло обеспечить связь с другими крепостями с помощью сигнала, а застава крепости контролировала события, проходящие к северу от Аракса. Крепость окружена каньонами, западный час соединяется с горой Внеса. Имеет длину 125 метров и высоту от 4 до 12 метров. В поддельных частях сохранились полукруглые основания башен. В настоящее время почти полностью сохранилась одна из башен высотой 10-12 метров. Во время боевых действий Второй Отцахской войны крепость не пострадала, а сведений о послевоенном состоянии нет. Молодежный образовательный культурный центр Ахалкалаки организовал в доме музея Дживани открытый урок, посвященный Дживану. Воспитанники центра выступили с постановкой эпизодов, в которых подробно рассказали о жизни и творческом пути великого Ашуга. Открытый урок организован с целью ознакомления с искусством Ашуга Дживани, оценить его творческую деятельность как армянское культурное достояние. Мероприятие завершилось ознакомительной экскурсией в доме музея Ашуга. Мероприятие, посвященное Дживану, на этом не закончилось. Воспитанники Ахакалакского молодежного центра имели редкую возможность послушать народного артиста Республики Армения, профессора Государственной консерватории имени Комитаса и руководителя культурного центра Саят-Нува, исполнителя народных и ашугских песен Томаса Погосяна, посвященных Дживану. В Арабате Королевства Марокко с 28 ноября по 3 декабря проходит 17-я сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального и культурного наследия. В сессии принимают участие более 1000 представителей из 125 стран мира, в том числе представители присоединившихся к конвенции стран, общественных организаций, действующих под эгидой ЮНЕСКО. Одним из важных вопросов повестки дня сессии является обсуждение заявок, поданных на регистрацию из разных стран. Было подано 50 заявок. Для участия в сессии в Рабат отбыл заместитель делегации постоянного представительства Республики Армения в ЮНЕСКО господин Довтян и главный специалист отдела охраны и популяризации культурного наследия, управления культурного наследия и народных ремиссио Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Кейли Чан. Министерство образования, науки, культуры и спорта сообщает, документально-анимационный фильм «Рассвет Авроры» был удостоен награды Балтийской конкурсной программы международного кинофестиваля «Черные ночи». В конкурсной программе «Балтик» удостоился премии «Лучший балтийский производитель для совместного производства». Фильм является совместным производством Армения, Германия, Литва. Он также получил поддержку от крупнейшего европейского кинофонда «Эуримаш». Фильм создан на основе архива «Устные истории геноцида армян». Полнометражный игровой фильм «Айко Ордзяно» Зул Али принял участие в 11-м международном кинофестивале «Кино без запрета» в Москве и выиграл в номинации «Лучший фильм о детях». И в заключение новостей послушаем музыкальное произведение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!